Я приветствую вас, дорогие друзья, на своем замечательном, удивительном, прекрасном канале Солома. И хочу сегодня рассказать вам о том, зачем же рассасывать во рту зубчик чеснока. Я думаю, что вы все прекрасно знаете, насколько богат витаминами чеснок. Это и фосфор, и железо, и медь, и цинк, и B1, и B6, и еще огромное количество витаминов. Но не об этом сейчас буду рассказывать, а буду рассказывать о том, что же дает нам, нашему организму, рассасывание чеснока. Для начала расскажу, как правильно это делать, а потом расскажу, что нам это дает. Очень важно делать это утром натощак. Берете зубчик чеснока, очищаете его, режете на несколько мелких долек и ложите в блюдце, в тарелочку, полежать где-то 20 минут. После этого берете несколько долек, кладете их в рот и начинайте перекатывать по ротовой полости с помощью языка и с помощью слюны. И так нужно делать где-то полчаса, если выдержите, то час. Ну, конечно, начинать стоит с меньших долек и с меньшего времени, но каждый день можно увеличивать пропорцию. Будет выделяться много слюны, но это хорошо, именно так и должно быть, и эту слюну нужно обязательно проглатывать. Сами понимаете, почему? Потому что в этой слюне и будут все полезные вещества, выделяемые чесноком. Ну, а теперь давайте смотреть, что же это дает. Во-первых, сосание чеснока утром натощак укрепляет иммунитет, выводит токсины, вычищает из организма опасные бактерии, нормализует повышенное давление, очищает дыхательные пути, снимает все воспаления, которые есть в организме, укрепляет суставы, успокаивает нервную систему, не дает образовываться на сосудах разным холестериновым бляшкам, чистит кровь и лимфу, а также снижает риски развития инсультов и инфарктов, выделяется много антиоксидантов, которые омолаживают организм. Ну, а также таким хорошим бонусом служит вот этот процесс, поддерживает мужскую потенцию. Почему? Потому что расширяет сосуды и увеличивает приток крови ко всем органам человека. Ну и, друзья мои, конечно, насколько бы это ни было полезно, я обязана рассказать вам о противопоказаниях. Нельзя такого делать, если у вас есть проблемы со щитовидной железой. Нельзя при язвенной болезни желудка, а также гастритах и других заболеваниях ЖКТ. Также нельзя больным эпилепсией, потому как может спровоцировать приступ. Нельзя при геморрое, также во время беременности и кормлении грудью. Ну и если у вас во рту есть какие-то язвочки, то тоже нежелательно, потому что они могут воспалиться. Вот так, друзья мои, но в целом это очень и очень полезное действие. Так что я вам советую испробовать на себе. Ну и, конечно же, не забывайте подписаться на мой замечательный канал.